Вирус новый. Раньше мы не сталкивались с подобными вызовами, но могу сказать, что врачи наши справились с честью, но им было очень тяжело. И вот помощь в госпитале, она очень кстати. И в том числе, что немаловажно, это позволит и обменяться опытом с военными медиками, нашим врачам. С учетом того, что здесь труднодоступные территории, особенно горные районы, не везде дороги хорошие, не везде идеальные условия. Живобольных несколько часов нужно возить в Махачкаву. Поэтому зональный охват этим госпиталем, он очень кстати. Он позволит охватить качественную медицину не только наш район, но и соседние районы. Дагестанцы, конечно, в трудные периоды особенно объединяются. Но, конечно, и помощь армии, она уже в очередной раз продемонстрировала, что мы пальцы одной руки. Ко мне каждый день звонят жители района и просятся на обследование именно в этот городок. Каждый хочет, чтобы их осмотрел военный врач, с учетом доверия к ним. Каждый больной, хоть они и выздоровели, у них надо лечить дома, но каждый просит меня, нельзя ли, чтобы меня просто осмотрели, послушали, посмотрели. Я думаю, этот вопрос будет поддержан военнослужащими. Мы уже прорабатываем этот вопрос об организации консультации, об организации осмотра военными врачами, тех, кто уже лечится у нас в стационаре районной больницы. Я думаю, здесь будет только поддержка от них. В данный момент мы всех больных, поступающих в районную больницу, направляем в госпиталь. Это их везет служба нашей скорой помощи. Дополнительно мы также обсуждаем вопросы организации консультативной помощи, обмена опытом. Здесь есть полное понимание военных и чувствуется желание максимально помочь. В районе уже идет определенный спад заболеваемости. И уверен, что эти медицинские работники военные будут с нами до минования надобности. В очередной раз хочу поблагодарить главу нашего государства за особое отношение к Дагестану и в частности к Ботельскому району. Мы это ощущаем каждый день, каждую минуту. И большое спасибо Владимиру Владимировичу, министру обороны нашей страны и, конечно, главе нашей республики, который также поддержал это решение о размещении госпиталя именно здесь, в Ботельске. Субтитры создавал DimaTorzok Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Распределены они в терапевтическое отделение и инфекционное отделение. В отделении реанимации у нас на данный момент никого не находится. В каждом отделении организовано круглосуточное дежурство врачебно-сесаринских бригад, также санитаров в этих отделениях. На дежурстве в госпитале находятся 12 врачебно-сесаринских бригад. К нам в госпиталь поступают не только с Ботельского района, но и с соседней лежащих районов. Все, спасибо, нормально, устроился, очень даже хорошо. Посмотрим, что в дальнейшем будет. В зону ответственности мобильного госпиталя западного военного округа, развернутого в Ботельхе, добавилось еще два горных района. Их стало семь. Теперь мы можем оказывать квалифицированную медицинскую помощь еще 60 тысячам жителям республики. Есть форма благодаря военному госпиталю, потому что мы больных можем направить туда, непосредственно госпитализировать военный госпиталь, то есть многофункциональный, и наши койки освободятся и освобождены. Мы общаемся непосредственно и с руководством военно-медицинской, руководственной дамы. Мы все вопросы вместе с тем, что даже сегодня у нас был намечен, значит, в госпитале встреча, как лечатся наши больные. Я сказать, если больные госпитализированы в военных госпиталях, это не значит, что они относительные. Они наши больные, нашего района, соответственно, заботы должны до конца наших. Редактор субтитров А.Семкин